Всем привет, дорогие друзья! С вами Леон и InnotWife. И сегодня мы готовим... Что мы готовим? Я не знаю. А, я думаю, что знаю. Ну, вероятно, это называется спагетти-болоньес. Ну, и давайте назовем просто спагетти... Макароны с фаршем. Макароны с фаршем или спагетти-болоньес, как это называется по-другому. Так, и что нам нужно для этого? Так, у нас неживой уголок, так что ты оператор. Сразу видно, кто снимает. То есть в этот раз снимает Катя и кошка, и Соня. Что нам понадобится для того, чтобы сделать спагетти с фаршем? Естественно, первое спагетти, во-вторых фарш. Ну, и еще понадобятся помидорочки. Сами макароны, фарш, томатная паста и кошка. И, конечно же, масло. Что мы делаем в первую очередь? Мы наливаем в кастрюлю где-то 2 литра воды. И нам нужно теперь нагреть ее, да? Ну, как нам нужно нагреть, расскажи. Ну, скипятить. Скипятить до какого стоит? До кипячего? Ну, да, чтобы бурлило. Бурлило. Так, а потом макароны сколько будем делать? Сколько они должны? Получается, в пакете же это особая наука. Их же надо сверху ложить. Сколько они должны готовиться? 5-10 минут? Ну, да, 10, около 10 минут. Ладно, пока у нас разогревается вода, мы будем делать фарш, правильно? Да. Ну, ладно, что мы делаем с фаршем, ты мне расскажи. Потому что брифинг я не получил. Как это не получил? В общем, это нарезаем или это уже нарезано? В смысле, зачем резать фарш? Его не нужно резать? Нет, его не нужно резать. Ладно, тогда мы подготовим помидорки. Их надо очистить от шкурок. Да. А зачем? Потому что шкурки жесткие, их невкусно кушать. Блин, как сложно. Как легче всего очистить? Это очень сложный процесс, на самом деле. Можно кипяточком отдать, она сама сойдет. Это как? Облить кипятком. И что? Ну, курочка, эта шкурочка начнет отставать. Ну, у нас кипятка пока нет, чтобы делать это. Ну, значит, очищаю ручную. Ты вообще мне ничего не рассказала, ленивая задница. И теперь я должен очищать это все вручную. Да. Соня, он уже лежит, лайк и босс. И ждет, пока мы приготовим все это дело. Ну ладно, а зачем нам вообще помидоры, если у нас есть томатная паста? Ну, во-первых, это полезнее, во-вторых, это вкуснее и сочнее. Витра у нас. Так, вот, мы готовим. Подобную помидорку, получается, должны нарезать, да? Сначала ее нужно помыть. Ну, зачем ее мыть? Мы же все равно шкурку убираем, да? А? Мы же все равно убираем шкурку. Да, а если мы убираем шкурку? Ты же бананы не моешь, когда ешь? Моем. Первый человек, который моет бананы? Нет, думаю, не первый. Я вот не мою, потому что они не так в пожуре, это раз. И, во-вторых, у меня, наверное, есть жена, которая моет бананы, и я вообще ничего не боюсь. Но пока что я пытаюсь нарезать. У тебя получается. Правда? Ну. Да, это, в принципе, не сложно. Просто нужно нарезать. У шкурки потом можно ее поедать? У шкурки есть? Все. Так. Ну, я почти, знаешь, ты закончил. То есть, я даже сейчас выговорю. Он даже серединку убирает, ну, посмотрите. Да. Ну, вот эту сложно будет чистить. Да, двух хватит. Двух? Ладно, этого оставим для лучших времен. Теперь мы должны нарезать. Как мы режем? Рассказывай. Как? Кубиками. Кубиками. Как можно порезать помидорку кубиками? Ну, сначала напополам. А потом? Потом еще на три части. А потом? Вот так. Финальные. Ну, мне и получается. Как не получается? Все нормально. Так это не кубики. Это кусочки. Нам такие хватит или надо еще парить? Они же потом все равно будут разваливаться. Ладно, возьми нормальный помидор. Спасибо. Катя у нас любитель помидор. Если на день рождения подарят помидоры, я буду счастлива. Два ящика. Нет, не два. Три. Вообще, на мой день рождения всегда есть помидоры из огорода. Потому что твой день рождения когда? В декабре. Очень удобно, чтобы было в школе собирать подарки. Тебе дарили подарки помидорами? Нет, не помидорами. Просто у тебя вот летом тебе не дарили в школе подарки. Между прочим, так и было. Ну, помню, в первом классе классная руководительница дарила подарки. Она дарила всем, тем, у кого был день рождения летом. Да, из жалости, наверное. Наверное. Ну, на деле было как-то все равно. Да, конечно. А, а теперь что мы делаем? Посмотрите, в кого этот человек превратился. Которому все равно. Так выглядят люди, которым все равно. Так, теперь что мы делаем? Наливаем маслице. Куда? На сковородочку. Да? Нет? То есть мы... Как будто пожалел его. Да, я просто пожалел маслом. Она умоляла меня нелегимо. Нет, не лей. Вот. Как-то она не течет. Какое-то не масло, а нефть. Я люблю нефть. Вот, я вроде налил, она будет начинать течь. Я подогреваю сковородку до момента, когда можно сунуть палец. И чтобы закричать или почувствовать боль. Я не вижу газ. Уйди. Может, это невидимый газ. Я ее вижу. Вот. Получается, вот смотри, у нас уже образовываются пузырьки. На пачке сейчас спагетти. Не написано, как делать спагетти. Там написано, знаешь что? Там написано, как делать соус для макарон пармезанного. А как делать сами макароны, там не написано. Производители макарон. Кстати, на всех пачках не пишут, как готовить макароны. Это ужасно. Я узнаю, как делать пельмени, а как делать макароны нет. Вот. Так. По-моему, кстати, на одной из пачки пельменей где-то видели, что производитель написал. Что? Возьмите пачку пельменей. Возьмите одну девушку. И пельмени готовы. Да. Да. Какая ты безрукая девушка. Почему? Ну, смотри. Ты живешь один холостяк, живешь одни пельмени. Заводишь девушку и живешь одни пельмени. Вопрос. Сейчас кто лишний, наверное, идешь. Пельмени. Упс. Упс. Неверный ответ. Кажется, я что-то не что сказала. Ладно. Смотри, уже, уже, уже у нас. Да-да, уже. Можно обитать. Можно брать. Как их брать-то вообще-то расскажи. Я готовлю первый раз. Да ты что? Нет, развлекают. Какие-то есть. Ты мне много, много берешь. Ладно. Вот столько? Давай побольше, че. Ты будешь есть одни макароны? Да, и че. Я зевц. Горовы молнии. Как их класть? Просто клади. Клади, клади, не стесняйся. Вот. А сверху надо еще одну кастрюльку? Зачем? Как они все упадут? Они начнут развариваться. У тебя масло уже кипит. Боже, значит, надо чуть поубавить воду. Макарон. И масло. Так, че делаем теперь? Помидоры сперва? Да, масло. На сковородку. Помидоры. Почему? Что значит почему? Ой. Нет, 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 нет. Обожаю, когда мышь готовишь. Потом так приятно, мышь полетут. Вдвойне приятно. А почему так происходит, расскажи мне. Потому что масло перекипело. А как оно могло перекипеть? И при чем тут помидоры? Убать, убать. Почему они являются... Потому что в них вода. А вода и масло это кипячая смесь. А, ты, вот она. И застаранка. Да. Вот так вот. Готовишься, готовишься. Че, что ли? Нет. Нет? Ладно. Это... Давай дальше. Нет. Че теперь, кладем паши? Да подожди еще. Должны помидорки стать мягкими. Выделить сок. Я думаю, сюда можно даже немножко водички добавить. Нет. Больше я водички туда не добавлю. Тогда не так будет кипеть. А зачем вообще кипящие помидоры? Расскажи, пожалуйста. Тогда соус будет сочнее, если еще немножко водички добавить. Не пей ее. Давай, давай, смелее. Масло дурацкое. А как тогда лить или вообще брызгать, чтобы масло так не вскипало? Нужно не так его нагревать. Чуть-чуть его. Смотри, у нас макарошки опускаются. Ну да. Можешь их немножко еще вот так вот... Да нет, подожди. Убери свою... Утопить. Ну, они не все. О, о. Тонут, тонут, тонут. Нет, особо выжившие не тонут. Ладно. Во, все. Что теперь делаем с макаронами? По сути, макароны готовятся 8 минут. Да, и, кстати, есть такое мнение, что макароны лучше не доваривать. Что ты делаешь? Я ставлю 8 минут. Будет? Таймер. Макароны должны успеть. 8 минут. Просто 8 минут. И надо помешать, что ли, обедешь? Нет, зачем? Ну, один раз. Не самостоятельно. Самостоятельно. Ну, ладно, 8 минут на ниже среднего огня. На медленно. На медленно. Ну, на таком слабеньком огоньке они будут делать у нас свое дело. А помидорки? Тем временем. Ну, что-то с ним ничего не происходит. Вот так вот. Чего? Что случилось? А, ну все, я понял. Надо разделить, чтобы они быстрее... Ну, вот, начали кипеть, кстати. Дошли до конярсов. Можешь уже мы будем делать мясо? Да, мясо быстро. Думаешь? Ну, и можем сверху накрыть крышечкой. Ну, за эти 8 минут пока у нас... Делаются макароны. Макароны сделаем соус. И тем, серьезный человек. Какой соус? Ну. Начинку. Начинку. Для макарон. Я покупал томатную пасту. Ну, да. То есть томатная паста вкуснее будет. Нет, может, ничего. Чего такое серьезное? Я... Как ты думаешь, должен выглядеть дегустатор томатной пасты? А я томат? Вот этот мальчик? Нет. Дегустатор томатной пасты выглядит, как я. Ну, ладно. Серьезно. А вдруг томатная паста будет отстойной? Давай ложечку бери. Мм? Бери ложку и добавляй помидорку. Чего бери? Ложку томатной пасты и добавляй помидорка. Ты думаешь? Можешь ли добавлять мясо? Ты уверена в этом? Да. Нет, я не обманываю. Это томатная паста. Хватит нам или еще? Давай еще. А почему именно такая последовательность? Давай еще. Чего залеешь? А ну расскажи, почему такая последовательность? Почему именно сперва помидоры? Потому что помидоры быстрее варятся? Дольше наоборот. А, помидоры дольше варятся. В силу этого мы добавили... Тем более такие жесткие, как сейчас. Сейчас в продаже только живучие, жесткие помидоры. Жесткие помидоры. Выросшие на севере. Ну кажется, еще воды не помешало бы. Конечно. Ну и мало добавил воды. Как украл. Откуда ты знаешь мой секрет? Ладно, еще добавлю воды. Вот. У нас мешается. Надо огонь даже посильнее поставить. Потому что я чувствую, что вообще ничего не готовится. Тем временем помешаем чуть макарошки. Прикольно. Я и не знал, что макароны проваливаются вниз. Я догадывался, что они уходят. Но не думал, что это так все просто. Что это? Ну, началось уже кипение жижи. То есть, как минимум... Они встали мясо? Да и нет. Ну, не все. Не все. Ну и, в принципе, когда будут готовиться, думаю, это мясо, у нас все это... Какая-то томатная... Как у тебя бурлят макароны. Макароны тоже бурбит. У меня все бурбит. Значит, процесс идет. Что ж, добавляем ли мы? Да, пора. Пора. Да, то есть, сколько времени пошло по твоему таймеру мы варили? Что? Ну, сколько там времени показывает, снимаем? 16 минут уже. Ну, где-то минут 10-12 мы варили вот эту вот жижу. Вот эту и вот эту. Ладно, я попытаюсь совершить. Как это делать? Он уже опять сейчас... Покупаешь, зачем ты так сильно сделаешь? Заскворчит. Пока у нас все в порядке. Милюю, милюю, паршик. Паршик. Высаживайся. Высаживайся. Просто выродок. Так, надо было кошке оставить, но ладно. Она мне так разочеку растает. Я сейчас делаю то, что делаю. Делаю жижу. А точнее, разделываю фарш. Вообще, баланьез этот, получается, ставится, только там какая-то приправа травянистая идет. Я чуть добавил газу, то есть все интуитивно. Чувствуете, горит, снимайте с плиты. Чувствуете, не горит? Подождите. Сложно, наверное, найти золотую в середине в приготовлении. Да? Ну, после нескольких неудач, наверное, можно научиться. Или начать заказывать еду готовую. Да. Как минимум. Или вернуться к маме. Ага. Или найти... Кухарку. Человека, который будет тебя готовить. Это, наверное, самое лучшее. Что? Ну, найти человека, который будет тебя готовить. Я так и поступил. Я так и поступил. Да. Какая вергония. Сказал человек, который готовит сейчас макарончики. Но мне нравится. Нужда, нужда. Просто бизнес. Просто бизнес и я хочу есть. И макарончики. Потому что мне всегда кажется... Смотри, как красиво. Ну, слушай, это очень мило и вкусно уже. Да. Вполне. Да. Да. Так бывает в жизни. Сперва тебе готовят, а потом готовишь ты. Куда ты сейчас посмотрел? Где-то у тебя текст написан там. Да, там единорог пролетел. Конечно, текст. У нас суперок, на который на небесах там просвечивается текст. Ты не снимай всех. Это же не проект СтопХан. А то у нас же контингента такой в поселке. Начнут тебе говорить. Ты что, меня снимаешь, а? Вот иди справа. На, на, на. Камеру. 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 Вот так и происходит обычно. Нет, не слушаю. Красиво. А то, что красиво уже есть. А у нас единорог есть? Да. У нас есть кропчик. Нет. А помимо кропчика есть ли истики такие красивые? Какие, например? Ну, такой, чтобы действитель был такой. У нас есть лавровый лист, но он здесь не уместен. Для красоты, для эстетики. Ну, слушай, а уже, по-моему, готово. Фарш готовится дольше, чем 5 минут. В общем, вот так вот, дорогие друзья. Вы, кстати, не забывайте оставлять фотографии блюд. О, макароны пришли. Кажется, макароны. Фотографии блюд, которые нужно, ну, можно сказать, приготовить нам в следующей игровой кухне. Кстати, все. Скорее, спасай макарошки. Как? Нужно слить водичку. Точно. Я где-то видел приспособление для слива водички. Я даже использовал. К сожалению, он не очень удобно расположился. Поэтому будем сливать водичку. Так. Сейчас все сгорит. Пока мы тут, сейчас вот тут чуть-чуть. Убавим газ. Но я чувствую, что уже готово. Закрой крышку. Он не просто сливает. В унитаз. Да. Он сливает их ситечка. Тур сладкий. Так. А теперь надо промыть. Зачем? Обычно макароны промывают. Зачем? Не промывают? Обратно их в кастрюлю отправляй. Нет, их промывают. Нет. Не промывают? Обратно в кастрюлю. Смелее. Да. И маслица. Какое масло? Машу растительное, машу сливочное. И что с ним делать? Куда? И перемешивать. Подсолнечное? Сюда, да. Вот сюда? Продсолнечное масло? Давай-давай. Можно оливковое, если вы любите оливковое. Я не люблю оливковое. Все, все, все. И что делаем? Мы зачем их? Чтобы макароны не слиплись. Да? Да. Вот-вот лайфхак. У меня обычно слипаются макароны. А тут вон какое-то технология. Можно сливочное. Сливочное лучше. Так. Ну, я думаю, это феерия вкуса уже готова. Красиво, да? Угу. Что, мы теперь это все сливаем сюда? Ну, я думаю, уже можно быть здоровым. Быть здоровым. Внутренний взрыв. Что? Можно? Вот. Сначала берешь тарелочку. Красиво выкладываешь макарошки. А сверху поливаешь вот этой прекрасной чудо-смесью. Да. Попробуй. Нет, да. Чудо-смесь. Слышишь. Так. Ну, чем мне макароны кладут? Ложкой и вилкой. Так турки делают. Ну, мы же не турки. Это не уходит. Это за все. Можно я попробую? Нет. Я возьму вот кладку. Знаешь, надо было тарелочку положить поближе. Потому что у меня не получается. Это варварский метод. Ну, делайте так. Ну, как варварский? Нормальный? Обычный варварский метод. Можно я попробую? Нет. Это мое блюдо. Ну, сейчас это будет блюдо собаки, которые придется отдать макароны. Иди ты. Попали. Так, ну вот. Так, что тут у тебя? Ммм. А теперь мы накладываем. Вы укладываете все? Все макароны, нет? Нет. Накладываем мяско. Накладываем по центру. Достань, покази ее. Самое удивительное у меня сейчас, что ты не солил ни разу. А потому что у нас настолько... Ни макароны, ни... Вот это чудо-блюдо. Что ты сыпешь? Какой-то тайный препарал. Это укроп. Для любителей укропа. Так, дорогие друзья, и вот, в принципе, блюдо от шеф-повара, которое мы... Давай, я даже на свет встану. Приготовили с вами. Нет, ты не вставай против света. Встань. Ты же оператор. Я со всех сторон. Ну, по-моему, выглядит, как минимум, аппетитно и очень вкусно. Соус, который у нас остался после фарша, можно использовать вместо кетчупа. Вот. Ну и в целом все. То есть это, я не знаю, спагетти по-французски. Сэр-фар-фар-фар-фар-фар-фар-фар-фар-фар-фар-фар-фар-фар. Нет. Ну, я не знаю, как это называется блюдо, но, наверное, спагетти с фаршем. или же назовем это болоньез без начинки для болоньеза как хочешь называть главное чтоб вкусно было да какая разница как это называется чудо пирожное либо кончик но в целом такое блюдо что мы делали с вами давайте еще раз пройдемся по-быстрому нам во первых необходимо одновременно поставить делать макароны в воде нагретые до кипения то есть давай вот на кипение 2 дитера налили в кастрюлечку кидаем макароны вот так они сами сползут вниз главное чтобы с другого конца не сгорели да у нас кстати сгорела одна макаронная видел вот пока макароны делаются в кипящей воде то есть засекли 8 минут и за 8 минут нет что отойти а может быть ты поленешься и уйдешь за плач ну в общем дальше мы делаем вот это блюдо фарш то есть мы сперва значит полили маслица на слабом огне надо на слабом огне чтобы не было взрыва и потом когда сковородка чуть подогреется мы кидаем апельки апельсинки нет томаты томаты кидаем которые мы им предварительно очистили от кожицы ну и вот варим томаты и буквально через ну я не знаю как бы томаты накинули и еще водой чуть-чуть залили и пока вот это когда жидкость это закипит значит можно нам с вами кидать фарш ну и тут уже я не знаю минуты 3-4 и фарш готов сливаем воду накладываем получаем вот такое аппетитное блюдо ну ладно дорогие друзья в общем может попробуешь ну ты попробуешь давай ты попробуешь я готов конечно попробуем обычно идет как-то не так как я допустим сейчас могу попробовать надо ножом помогать ну вот вот такой вот у меня получился аппетитный кусочек и попробуем ешь ты очень аппетитный ну как это на вкус очень вкусно знаешь не хватает еще солененьких помидоров и каких-нибудь огурчиков ну в общем нужно в томатной пасте можно просто кетчупом все это снабдеть и получится очень вкусное блюдо ну то есть зачем кетчупом если вот у вас есть а потому что не хватает чуть приправ потому что макарон больше то есть если бы макароны вымачивали в чем нибудь в таком соленом надо было макароны солить кстати вот ну как говорится лучше соль по вкусу добавлять и не солить блюдо изначально не так в общем такое блюдо у нас получилось ставьте ваши лайки оставлять комментарии пишите и добавляйте фотографии в контакте в нашем паблике что приготовить следующий раз ну и всем пока до новых встреч